МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В жизни каждого человека, я просто уверена, случались такие сложные ситуации, чрезвычайные ситуации, когда на помощь приходила именно эта служба. Служба спасения особого риска. Сегодня проекты века здесь, и наш выпуск посвящен именно этой службе. Службе спасения особого риска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Их служба не только и опасна, и трудна, но и чрезвычайно важна. 1-1-2. Этот короткий номер на случай, когда ситуация критическая. Для работников Министерства по чрезвычайным ситуациям цена ошибки зачастую слишком велика, ведь на кону спасение чьей-то жизни. МЧС Азербайджана было создано в 2005 году, а с 2008 года спецкадры для Министерства готовят Академию МЧС. В числе основных направлений – гражданская оборона, защита населения и имущества от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на воде, меры безопасности в промышленности, горном деле и строительстве, предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Во всех этих областях задействована служба особого риска, которая проходит специальную подготовку. Ее задача – проведение поисковых и аварийно-спасательных операций особого риска во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказание первой и неотложной медицинской помощи пострадавшим, защита учреждений, сооружений и других объектов стратегического значения, подвергнувшихся природной, техногенной, пожарной и террористической опасности, охрана и сопровождение гуманитарной помощи. Специальная служба особого риска – элитное подразделение, состоящее из высококвалифицированных специалистов, способных оперативно и эффективно действовать в условиях повышенной опасности и экстремальных обстоятельств. Чтобы попасть сюда, необходимо пройти строгий отбор. Проверяется физическая подготовка, психологическая устойчивость и способность принимать быстрые и точные решения. Обучение включает в себя широкий спектр дисциплин, начиная от тактики специальных операций и стрельбы до навыков выживания в экстремальных условиях. Команда специальной службы особого риска славится не только высоким профессионализмом, но и сплоченностью, взаимодоверием и способностью эффективно работать в крайне напряженных условиях. Их готовность и преданность делу защиты общества от опасности делают их одними из самых надежных и эффективных специалистов в сфере обеспечения безопасности. Здесь важна четкость. Каждый рабочий день расписан буквально по минутам. Наш рабочий день начинается в 8.30. Сначала мы проводим подготовку. Личный состав строится перед машиной. Я провожу инструктаж по технике безопасности и даю указания. После того, как личный состав расписывается в журнале техники безопасности, начинается процедура приема-сдачи. После этого, в соответствии с распорядком дня, у нас проходят занятия по водно-технической и альпинистской подготовке. Сначала проводим занятия по теоретической части в классных комнатах. Затем практические занятия на открытом воздухе. В течение дня у нас бывают часы отдыха. Бывает и свободное время. В случае поступления по горячей линии центра МЧС информации о чрезвычайном происшествии на территории, находящейся в нашей зоне ответственности, мы выезжаем на место происшествия. Пожарная служба, входящая в состав специального отряда особого риска, представляет собой высококвалифицированный отряд специалистов, способных эффективно бороться с пожарами в экстремальных и опасных условиях. Помимо непосредственного тушения возгораний, в число их задач входит также эвакуация людей, спасение жизни и обеспечение безопасности населения в случае пожара. Происшествия, с которыми мы сталкиваемся наиболее часто, это застревание людей в лифте или квартире, дорожно-транспортные происшествия и попытки самоубийства. При этих происшествиях мы вместе с нашими спасателями исполняем все наши служебные обязанности. Нередко приходится взламывать и дверные замки, на тросах преодолевать несколько этажей вниз по посаду зданий до того самого окна. В квартире заперт ребенок, либо на звонки не отвечает пожилой человек. Здесь важна выдержка и серьезная психологическая подготовка. Ведь, с одной стороны, доведенные до отчаяния родственники, а, с другой стороны, пугающая неизвестность, когда и сам спасатель не знает, что ожидает его внутри. К счастью, чаще всего таких историй – счастливый конец. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Частенько к спасателю, обращается и при попытках самоубийства. Здесь в дело вступают психологи. Потому как ведет себя человек, важно быстро и точно принять правильное решение. Поговорить по душам, а если это наоборот только усугубит ситуацию, действовать решительно. Еще одна, к сожалению, частая причина для обращения – автомобильные аварии. Для того, чтобы извлечь зажатого в искореженном металле человека, нужна и физическая сила, и хладнокровие, и понимание анатомии. Здесь, как у Гиппократа, не навреди. И для спасателей все это обычное рабочее будни. После того, как на горячую линию поступает и подтверждается новое обращение, оно направляется соответствующим подразделением. Всякий раз, получая очередной вызов, МЧСовцы не знают, что их ждет. МЧСовцы не знают, что их ждет. МЧСовцы не знают, что их ждет. Все знают с детства – собака друг человека. А для сотрудников МЧС – еще и младший товарищ. Собаки приходят на помощь там, где и человек, и специальная техника – бессильны. Кинологический табор службы спасения особого риска МЧС со служебными собаками включает в себя пять направлений, которые составляют поиск людей, что значит при землетрясениях применяются эти собаки по поиску людей. Детали по обучению их и практические применения, я думаю, будет лучше показать на нашем учебном стадионе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поисковой собаке поставлена задача поиска ведущей программы проекта «Века» Яны Никитиной. Но для начала наш объект следует надежно спрятать. Для сотрудников МЧС главная безопасность, поэтому в первую очередь надеваем средства защиты. Кажется, это задание для четвероногого спасателя оказалось слишком простым. Пусть будет так. Любой спасатель подтвердит, как собаки радуются спасению живого человека. Увы, это удается не всегда. Немало тяжелых минут спасателям-кинологам пришлось пережить в ходе разборов завалов, обрушенных в результате армянских обстрелов жилых домов в Гяндже, а также во время помощи братской Турции, пережившей катастрофическое землетрясение. Турции, в результате армянских обстрелов жилых домов в Гяндже, в результате армянских обстрелов жилых домов в Гяндже. Запах, все остальные свойства тротила присутствуют в этом веществе. Сейчас мы запрячем это вещество в каком-либо месте вот этой машины, а наша собака, прошедшая специальное обучение на поиск взрывчатых веществ, постарается найти эту закладку и найдет ее. Когда собака обнаруживает взрывчатое вещество, она его обнюхивает и, не делая никаких других действий, просто сядет у места обнаружения, давая знак. После этого инструктор подойдет к собаке и уведет ее из опасной зоны. И затем уже осуществляются последующие действия – спасение, обезвреживание взрывчатки. АТАЧЕЦ СНИРСКИ Как вы видите, мы заранее заложили в машину имитационное взрывное вещество. И собака, прошедшая специальную дрессировку, искала и нашла его. После выполнения задания мы мотивируем собаку подарком, даем ей ее любимую игрушку – мяч. И после этого инструктор уводит собаку с места события. После этого пиротехники выполняют все последующие необходимые действия. Вы видите, мы дали собаке мячик. Миссия собаке завершена. Она нашла взрывчатое вещество. Результат у этого занятия был очень хороший. Собаки, которые по поиску людей, по поиску трупов, они обязательно должны показать это место. А как они могут показать это своим лаем, царапанием, указывая кинологу местоположение находящихся там трупов или живых людей. В отличие от них собаки, которые применяются по взрывчатым веществам, по минам, там совсем другое. Они должны в радиусе одного метра показать сигнальной позой. Сигнальная поза является или собака садится, показывая радиус не больше одного метра, или же ложится. Эти сигнальные позы являются для кинолога показанием того места, где собака учуяла запах взрывчатых веществ. Кинологи – это эксперты, специализирующиеся на тренировке и работе со служебными собаками. Они проходят специальное обучение по психологии и поведению животных, изучают методы обучения и применения собак в ходе различных задач. Каждый кинолог обладает высоким уровнем профессионализма и опытом, позволяющим эффективно управлять и координировать действия своего партнера-собаки в различных ситуациях. Работа МЧС подчас незаметна. К счастью, мы редко сталкиваемся с чрезвычайными ситуациями в нашей жизни. И это в том числе вновь благодаря сотрудникам МЧС. Ведь важно не только спасти, но и предотвратить. Детальные проверки, профилактическая работа, установление правил безопасности на предприятиях и в местах большого скопления людей и надзор за неукоснительным соблюдением этих правил – гарантия нашей с вами безопасности. Сменяя друг друга на посту, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году сотрудники МЧС продолжают свою работу для того, чтобы каждый из нас чувствовал себя в безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова